Мы переходим с вами к 14 главе. Продолжается первое миссионерское путешествие, первый миссионерский поход. Иоанн Марк оставил Павла и Варнаву. Они приходят в город, который называется Икони, Икония. Они приходят в синагогу иудейскую. Там собралось множество народа, верующих, и иудеев, и эллинов. А неверующие иудеи возбуждают язычников против апостолов. Происходят чудеса, совершаются знамения, но город разделен. Четвертый стих. Некоторые были за иудеев, некоторые за апостолов. В мире сегодня немало разделений. Социалисты, капиталисты, мужчины, женщины, свободные и рабы. Белые и темнокожие. Атеисты и верующие. Бедные и богатые. Разделений в мире немало. Однако есть только одно разделение, которое пребывает вовеки. На тех, кто верует в учения апостолов, и тех, кто не верует. На тех, кто приняли Евангелие, и тех, кто не приняли. Все остальные разделения, расовые, национальные, экономические, политические, по половому признаку, все эти разделения, по большому счету, с точки зрения вечности, совершенно не важны. На веки существует лишь одно разделение. Тех, кто верит в проповеди этих людей, и тех, кто не верит. Вот это высшее и полное, вечное разделение. От него зависит, где овцы, где козлища. Кто по правую руку, кто по левую руку Божию. Но всякий раз, когда проповедуется Евангелие, возникает разделение. Порой разделение бывает даже внутри семьи. Кто-то верит, кто-то нет. Четвертый стих говорит об этих разделениях. Деяние 14.4. Между тем, народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Их попытались побить камнями. И необходимо задаться таким вопросом. По-моему, мы вчера об этом уже говорили. Что делать, если тебя преследуют? Когда Павел подвергался преследованиям в Дамаске, в 9 главе, Деяния апостолов, он убежал из Дамаска. Теперь его пытаются убить в Иконии. Он убегает в другие города, такие как Листра и Дервия. Они приходят в Истру, в Листру, и здесь происходит нечто невероятное. Они проповедуют. Что значит слово «проповедовать»? «Проповедовать» значит «провозглашать», «объявлять», «сообщать», «заявлять». В английском языке есть слово «плакард», «плакат». Помните, как в коммунистические времена, на праздники, на майские праздники, были парады, были демонстрации. И вот люди несли большие портреты. Портреты Ленина. Когда-то несли Сталина. Несли Маркса и Энгельса. Это плакаты. Так вот, проповедовать значит «выставлять на плакате», «показывать», «поднимать так, чтобы все видели», «так, чтобы все услышали эту проповедь». Этим и занимаются апостолы. Они провозглашают благую весть Евангелия. В Листре находится человек, 14 глава, 8 стих, человек, который не может ходить. Он похож на человека, которому говорилось в 3 главе «Деяния апостолов». Он похож также на Энея, о котором говорилось в 9 главе. Здесь еще один хромой, он тоже не может ходить. Он слушал Павла. Павел заметил его. И 9 стих говорит о том, что Павел видел, что у него есть вера, необходимая для исцеления. Как Павел это увидел? Не знаю. Возможно, Дух Святой в нем каким-то образом действовал. Но Павел увидел вещи, которые другим не видны. Хотел бы поделиться с вами принципом духовной жизни. Только те, кто видит невидимое, способны совершить невозможное. Павел видит невидимое и готов совершить невозможное. Он видит веру в жизни этого человека, в сердце этого человека, веру для исцеления. И исцеляет его. В том, что происходит в Листре, мы видим величайший урок. «Сказал громким голосом, тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Они решили, что Павел и Варнава – боги. Они стали поклоняться им. Они провозгласили это на своем родном языке, на оликаонском языке. А значит, Павел и Варнава сначала не поняли, что происходит. Они не поняли, что им поклоняются, потому что их возвеличивали на непонятном для них языке. Проповедовали они, скорее всего, по-гречески, на языке, которым владели все образованные люди Средиземноморья I века. А люди стали славить их на местном языке, на языке, который никто, кроме них, не понимал. Тем более, Павел и Варнава не поняли, что происходит. Но смотрите, что происходит дальше. В свое время, в Деяниях 10 глава Корнилий пытался прославить Петра, и Петр останавливает его. В 12 главе люди, которым нужна была помощь Ирода, стали поклоняться Ироду. И тот не остановил их и пал замертво. Теперь жители Листры пытаются поклоняться Павлу и Варнаве. Когда Павел и Варнава понимают, что происходит, они останавливают это поклонение. В Деяниях 12 глава я рассказывал вам о том, что произошло с Иродом. Я рассказывал вам описание, которое оставил нам еврейский историк Иосиф Флавий, живший в Риме. Теперь расскажу вам об исторической основе того события, о котором мы читаем здесь, в 14 главе Деяния Апостолов. А историческая основа находится в греческой мифологии. Нет, даже в римской мифологии. Был римский писатель, звали его Овидий. Овидий. И написал он книгу, которая называется «Метаморфозы». В книге Овидия «Метаморфозы» мы читаем легенду, миф, в который серьезно верили люди, жившие в тех землях. Это миф о том, как боги пришли к ним в город. Был греко-римский миф, согласно которому, как раз в этом городе, в этих местах, за тысячу лет до того, Зевс и Гермес, Зевс, верховный бог, и Гермес, посланец богов, а у римлян они назывались Юпитер и Меркурий. Так вот, в это место как раз приходили два этих бога. Они переоделись в бедных крестьян. Они стучали в тысячу дверей, прося о помощи. И никто не открывал им, никто не помогал им. После того, как они постучали в тысячу дверей, они постучали в дверь старой пожилой пары, супружеской пары. И эти люди помогли им и явили им гостеприимство. Затем они построили огромную обитель, огромный дворец для этой супружеской пары. И разрушили дома тысячи семей, которые им не помогли и даже не открыли. Так поступили боги. Таков был миф. В этот миф совершенно серьезно верили жители Листры. Так вот, являются Павел и Варнава, они совершают великое чудо. Что же думают люди? Они вернулись. На этот раз мы уж свой шанс не упустим. Они начинают поклоняться Павлу и Варнаве. Вот что происходит в Деяниях, 14 глава. А 11 стих. Люди говорят на своем языке. Боги в образе человеческом. Сошли к нам. 12 стих. И называли Варнаву Зевсом. Мы знаем из древнего предания, что Павел не был столь импозантным мужчиной физически. Даже Коринфяне ему говорили, что вид у него далеко не импозантный. Так вот, они, наверное, решили, ну, вот Павел, нет, это, наверное, это уж никак не царь богов. Это уж никак не верховное божество. Но он много говорит. Значит, это, наверное, Ермик или Гермес. Так вот, Варнаву они назвали Зевсом, а Павла Ермем или Гермесом, потому что Павел начальствовал в Слове, а Гермес был посланником богов. И вот был жрец, языческий жрец Зевса в местном храме, и он привел быков и решил принести быков или валов в жертву Павлу и Варнаве в качестве богопочитания. Но когда они поняли, что происходит, они разорвали одежду своей, чтобы показать, что нет, ничего подобного быть не должно. Сейчас на мне пиджак. В Будапеште у меня, пожалуй, еще одну штук пять таких пиджаков. Еще в Мемфисе есть три или четыре. В 2011 году у американцев немало пиджаков. Одежды у нас немало. В то время у них была одна, а может быть, две перемены одежды. И если они разорвали одежды, значит, они отказывались практически от... почти от половины, а может быть, от всего, от всей одежды, которая у них была. Они совершенно серьезно подошли к тому, чтобы не допустить поклонения, обращенного к ним. В современном христианстве у нас слишком много суперзвезд от служения. Людей, которые по телевизору, людей, за которыми идут толпы, людей, которые собирают каждый месяц огромные суммы денег, людей, которые строят огромные здания, оплачивают время на радио, на телевидении, которым поклоняются толпы. Есть среди этих людей честные и вполне порядочные люди. Есть далеко не честные и совсем непорядочные. Но одно совершенно очевидно. Эти миссионеры не хотели, чтобы им была воздана слава, которой достоин только Бог. Они серьезно показали, что не хотят они почитать, не хотят они, чтобы им поклонялись. Они разодрали одежду своей. Не могло такого больше быть. Павел говорит в 15 стихе, «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеке. И благовествуем вам, благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому». От каких ложных? К идолопочитанию, к человекопочитанию. От идолопочитания, от человекаопочитания, от мифов, от басенок, которые не приносят ни святости, ни удовлетворения, которые не приносят нравственности, которые не дают прощения грехов после смерти. Все это пустое, все это ложное, все это лишь религиозность, религиозная внешность, без отношений с Богом. Все это пусто, все это бесполезно. Дальше он говорит, «Обратитесь к живому Богу, который создал все, что в землю и небо и все, что в них». Почему об этом говорится? Дважды в Деяниях Апостолов Апостолы обращаются к людям, которые вообще не знают библейского богословия, к людям, которые никогда не слышали о Боге Израиле, к людям, которые никогда не слышали о Ветхом Завете, к людям, которые не в курсе еврейской религии. Есть два таких места. Одно в Деяниях 17 глава в Афинах. Другое здесь, в Малой Аси, в Листре. Что же делает Павел? Павел рассказывает им, каков Бог. Понимаете, греки и римляне верили в маленьких башков, башков с маленькой буквы, местных, таких поместных башков. У каждого башка своя местность, которую он не сотворил, но над которой он по каким-то причинам поставил. Например, Бог горы, Бог реки, а Бог леса, Бог моря или морского побережья или океана. Павел говорит, нет, ребята, не стоит думать, не надо думать, что много богов с маленькой буквы, религиональных башков. Нет, есть один Бог, который сотворил все. Один Бог, авторитет которого, власть которого над всем. Один Бог, в руках которого все. Для вас эта мысль не новость, потому что вы наследники иудейско-христианской традиции. Однако, для людей того времени эта новость была по-настоящему шокирующей. Оказывается, мы не боги. Говорит Павел, слушайте, мы не боги. И еще, не поклоняйтесь тем башкам, которым вы поклоняетесь, потому что они тоже не боги. Есть один Бог, который сотворил все, и мы пришли для того, чтобы рассказать вам о нем. Он не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносны. 17 стих. Апостол Павел говорит о Боге подающем, о Боге благословляющем, о Боге, совершающем благодеяние. Он дает дожди, дает урожай, дает пищу, дает здоровье. Как же поступает неверующий человек? Неверующий человек обвиняет Бога в страдании. Если происходит что-то плохое, если ребенок болеет и умирает, если совершается несчастный случай, люди умирают, если есть землетрясение, страдания, тогда неверующий начинает во всем обвинять Бога. Он говорит, что вот Бог, какой же у вас Бог такой? Но, когда происходит что-то хорошее, неверующий не благословляет Бога, неверующий не благодарит Бога. Видите разницу? Если Бог в ответе за все плохое, тогда уж признайте, что Бог и совершитель всего хорошего. Как обвинять Бога в страдании и при этом не поклоняться Богу и не благодарить Бога за те благодеяния, которые мы от Него получаем? Павел воздает Богу хвалу за то благое, что происходит в нашей жизни. В 18 стихе мы читаем, и говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертву и идти каждому домой. Едва убедили, с большим трудом. И здесь происходит еще нечто невероятное. Икония находится на расстоянии 20 миль к тому времени, а в иконе иудеи узнали, что те апостолы, которых они в свое время выгнали, проповедуют теперь за 20 миль от них в Листре. И вот иудеи, которые пришли из Антиохии Песидийской в иконе, они пришли и убедили народ, что Павел и Варнава по большому счету негодяи. Каким образом убедили? Скорее всего, они сказали, ну вот смотрите, ведь Павел и Варнава призывают вас не поклоняться вашим богам. Они сильно призывали не поклоняться языческим богам. А значит, негодяи таким образом они настроили народ против Павла и Варнава. Эти иудеи на самом деле лицемеры, потому что иудеи тоже считали, что язычникам не нужно поклоняться всем этим языческим божествам. Но, скорее всего, это единственный способ для них обратить толпу против Павла и Варнава, которые совершили там великое чудо. В самом начале толпа поклонялась Павлу и Варнаве как богам. Теперь толпа собирается убить их. Толпа собирается принести их в жертву как лже-богов. Понимаете, всякая система, которая поклоняется человеку, рано или поздно обратится против этого самого человека. Величайшая жертва гуманизма это само человечество. Так бывает, так происходит и в Листре. Так что совершенно поразительное такое развитие событий та же самая духовная ошибка, из-за которой они чуть не принесли волов в жертву Павлу и Варнаве, та же духовная ошибка, из-за которой они чуть не стали поклоняться Павлу и Варнаве, привела также к тому, что они готовы были погубить Павла и Варнава. Тот факт, что они не знали истину. Тот факт, что они не знали единого истинного Бога. В 19 стихе мы читаем, что они побили Павла камнями и вытащили загород, почитая его умершим. Сначала они думали, что он Бог, а Богом он не был. Потом они решили, что он мертв, и мертв он тоже не был. Некоторые библейские проповедники считают, что он был в этот момент мертв. Некоторые библейские проповедники считают, что событие, происшедшее в конце 14 главы «Деяния апостолов» — это воскресение. Павел воскрес из мертвых, был воскрешен из мертвых. Во 2 Коринфянам 11, особенно 12 главы, Павел говорит о том, что он знает человека, который был взят и вознесен на третье небеса, на третье небо. Этот человек он сам. Так когда же было это вознесение? Возможно, именно здесь, в Листре, когда он получил небесное видение, когда он увидел небесное. Но мы точно не знаем, когда это произошло, может быть, и в этот момент. Но вот что поразительно. Когда же ученики собрались около него, он встал. И самое поразительное. И пошел обратно в город. Он не убежал. Он пошел обратно в город. Если это не было чудесное воскрешение, это уж точно было чудесное исцеление. Как так он сразу встал? Как так он сразу пошел? Пошел в город. Может быть, возможно, он пошел в город для того, чтобы показать, «Вы мне ничуть зла не сделали. Бог меня защитил. Я жив и здоров». Уходит он уже на следующий день. И отправляется в город, который называется Дервия. И после того, как они там проповедовали, и у них было множество учеников, они вернулись в Листру, в то место, где Павла побили камнями. И в Иконию они тоже вернулись. И в Антиохию, в Аписидийску, они тоже вернулись. В то место, где началось их миссионерское путешествие. Вот что поразительно. Представьте себе, вас выгнали. Вас пытаются убить. А вы готовы вернуться к этому месту. Вы готовы вернуться туда же, чтобы проповедовать. Вы готовы вернуться туда же, чтобы нести благую весть Евангелия. Чтобы Божья милость явилась ей этим людям. Мы будем говорить о том, что произошло из-за того, как поступил Павел. Когда дойдем до 16 главы. Потому что в 16 главе происходит поразительная вещь. В результате того, что Павел готов был вернуться в Листру. В то место, где пытались его убить. Итак, он утверждал души учеников. 22 стих. Увещевая пребывать в вере. И получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вот о чем мы узнаем. Мы, христиане. Нам не обещана легкая жизнь. Нам нет легкого пути. Мир, пытаясь привлечь нас на свою сторону, показывает нам, как все будет легко. Все легко, все хорошо. Никаких трудностей. Купите этот продукт. Посмотрите этот фильм. Живите так, как я. Относитесь к жизни так, как я. И все у тебя будет хорошо. Такова ложь мира, распространяемая через рекламу. Иисус говорит совершенно противоположное. «Хотите пойти за мной? Готовьтесь взять свой крест». Всякий, кто хочет жить благочестиво, будет подвергаться гонениям. И многими искушениями надлежит войти в Царство Божие. И мы склонны ему верить. И Павлу мы склонны верить, склонны верить, потому что его хотели побить камнями. И будут еще побивать камнями. Если человек живет вот так, учит других людей, то ему можно верить. Он прошел через все, хотя было трудно. Он сохранил силу, хотя было трудно. И снова и снова то же самое происходит с людьми верными истине. Бывают трудности, бывают противостояния. Но есть также и великая радость. Есть также и великая награда. Давайте зададимся вопросом. От кого мы хотим принять награду? Мы этот вопрос уже задавали с вами вчера. 23 стих. Мы узнаем кое-что об организации, об устройстве ранней церкви. Они рукоположили пресвитеров или старейшин в каждой церкви. Это противоречивый фрагмент. Баптисты обычно... Не всегда, но обычно. Баптисты говорят, что есть один старейшин, один пресвитер, который называется пастор. Пресвитеряне говорят, что старейшин много. Поставили они одного старейшина или многих? Мы не знаем. И апостолов у нас с вами нет, чтобы поставить нам старейшин. Но они насадили эти церкви, они оставили служителей, руководителей церквей, они молились за эти церкви, они постились за эти церкви, они предали эти церкви Господу и ушли, и пошли дальше. 24 стих. Они прошли через Писидию, пришли в Памфилию, и проповедовав Слово Господне. В Пергии сошли в Аталию. 26 стих. А оттуда отплыли в Антиохию. Это уже не Антиохия Писидийская, Антиохия Сирийская. Та самая, которая к северу от Иерусалима. Откуда они начали? Да оттуда же начали. Из Антиохии Сирийской. Туда же они возвращаются. Первый миссионерский поход начинается в 13 главе, 5 стихе. Первый миссионерский поход завершается в Деяниях 14.26. Все свершилось. Трое вышли в путь. Павел, Варнава, Иоанн Марк. Двое возвращаются. Павел и Варнава. Иоанн Марк оставил их на Кипре. Деяния 13.13. Возвращаются двое. И вот по возвращении они отчитываются перед церковью. Церковь их направила, церковь за них молилась, возможно, церковь финансово их поддерживала. Так что они встречаются с церковью и рассказывают о том, что произошло. Каждый миссионер должен отчитываться перед направляющей его церковью. Они рассказали все, что сотворил Бог с ними. И как он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok